Фимузон, можешь делать поддержку? Что-то я немножко простудился, поэтому голос будет не очень интересный. Как будто он не твой. Да, но это я, это реально. Орел, значит, ты прославился у нас немножечко, когда сказал, что сделал 7% оборота «Газпрома». Ну, такое бывает периодически, хотя 7%, там даже 7,5% получилось. Действительно, это мой рекорд лично. Расскажи сегодня твои действия в «Газпроме». Ты стал, по-моему, сбрасывать и не очень оптимально плечи сбрасывал. Почему? Плечи нормально откидывал, 206, 207. На плечах не стоит ловить какие-то максимумы, в принципе, не стоит ловить. А ты когда брал эти плечи? Вчера 201, 202, 203. А, ну нормально. Вчера порос туда. Сегодня все продано. И плечи, и не плечи. Полностью в кэш вышел. Почему вышел? Ну, просто потому, что дело сделано. Дело сделано немаленькое. И чувствую какую-то фондовую усталость. И решил передохнуть. Тем более, думаю, что какой-то большой восходящий импульс «Газпроме» именно «Газпроме», сейчас, по всей видимости, будет небольшая консолидация до пятницы. А дальше посмотрим, как закрытие недели будет происходить. Где, как, где объемы будут проходить. Мы говорили в прошлый раз, насчет поля золота. Ты был просто по уши в этом поле золота. Что было дальше? Дальше было, как обычно, дальше что было продано. На следующий же день. Там был хороший выстрел. Более 3,5%. Сейчас пока сижу и наблюдаю. Да нет, ты дави, Саша. Дави. Это ты медведи. Ну, а что насчет Росики-то? Ты мне, человек, какое-то паническое сообщение прислал, что, типа, суд, там, Великобритания, там, ПИПИ, там, с РБК взял. Ну, знаешь, это... Поскольку рынок в целом бычий, то это не привело к какому-то большому обвалу, хотя... Что приведет? Ну, я думал, что, может быть, посильнее дадут ее, но ограничились процентом, там, полутора в моменте. Вот. Тоже удалось на этом немного денег сделать. Вот. Ну, ничего такого критического нет. Нефть 102 баксов все, наверное, нивелирует, я думаю. Вот. Какого-то большого падения пока тоже не наблюдается. А как ты ушел? Какие у тебя позиции, если не секрет? Сейчас полностью кэш. Ну, Газпром вообще... Вообще все полностью в кэше. Угу. И... Хотя Газпром, в принципе, можно бы и в лангах было держать, но я просто говорю, дело большое сделано. Фондовая усталость меня одолела, и поэтому я решил окэшиться. А ты будешь снимать фондовую усталость в марте так вот и уезжаешь? Ты знаешь, я, может быть, и пораньше поеду. Там несколько поездок наносу. А... Нет, ну усталость как? Она уже завтра, завтра пройдет. Завтра снова в бой. Понятно. А что думаешь по Сберу? Вот нам обещает, господин Рубинштейн, обещает какие-то цели, а он в цунами стоит. В Сбере интересная ситуация складывается. То есть, действительно, не только Рубинштейн, но многие другие ждут 120, 125, 130 рублей у кого как. Бумага 4 месяца уже не может головой поднять. То есть, периодически какие-то задергии, антродейные происходят, но реально 105 рублей и все, выше не идет. А что это может значить? Конечно, сегодня в газетах, журналах и на ТВ скажут, что инвесторы перекладывались из банков в нефтегаз. Может быть, может быть и так. А может быть и просто, что идет такая очень техничная продажа бумаг, больших пакетов. Пока там нефть растет, Америка, многие другие активы, тут потихонечку все это дело отдают. Может быть, такой вариант. Но это сейчас на каком-то одном из них точно нельзя остановиться. Время покажет. Но ты сейчас не занимаешься Сбером, да? Да я вообще не люблю эту бумагу. Она какая-то странная. Когда все рынки падали, она росла. А сейчас наоборот все. Идет вынос везде, она падает. Она консолидируется, припадает, как угодно их можно назвать. Но суть в том, что она не очень адекватная. А мне сегодня клиентка прислала письмо. Так неожиданно, говорит. Попросила, чтобы я сделал... Поделился рассуждениями по поводу полиметалла или полиза золота. Это так неожиданно. Я обычно писем таких не получаю. Ну, это как называется, набить спой там. Поэтому я открыл график там полиметалла, который я редко смотрю, честно говоря. Ну, знаю, что банк хороший. Ну, так не особо. Полиметалл, он же, по-моему, уже отыграл свой рост. То есть, он же в том году очень сильно летел. Ну, людям-то интересно. А в этом году, по-моему, там уже все из себя исчерпало. Ну, на этих уровнях цены на золото, да. Ну, в общем, короче, попросила. Я не мог не уважить. Так что я теперь... А что ты посоветовал? Я пою только по заказам. И за большие деньги. Ой, господи, точно проустудился. Ну, что посоветовать? Ты голосом разговариваешь, как будто вышифруешься. Знаешь, когда ФСБшники дают интервью, они, как правило, меняют голос. Ну, что посоветовал? Ну, пока нету там сигналов на покупку. Но я не верю, что золото упадет. Вот, что золото упадет. Ну, это все я привязал к инфляции. Там в мире, что будет экспорт инфляции, вирус. Там вирус инфляции перекочует. Ну, и, на самом деле, рассуждение ни о чем. Самое интересное, пробьют ли там определенный... Ну, сейчас пока консолидация... Ну, да, консолидация. Консолидация и в таком понижающемся канале, поэтому... А вокруг этого навешаны какие-то никому не нужные рассуждения. Мне тоже кажется, сильно оно никуда не упадет. Это золото, да. Ну, наоборот, нравится. Супербанки везде стоят на бедах там. Ну, это уж если, знаешь, там совсем какой-то Армагеддон случится, которого и близко даже сейчас нет. Уж прям совсем будет выход из активов. Ну, тогда, может быть, оно куда-то там что-то как-то. Ну, и то, не стоит, мне кажется, этого бояться. Надо просто на всех этих... Покупать его и складывать. А ты вообще-то работал в прошлом году с этими золотодобывающими компаниями в прошлом году? Да я с ними всегда. Какие-то сигналы торговые приходят. Мне что золото добывающее, что серебро добывающее, хоть нефтяные, большую разницу не вижу. Завтра будет, если сигнал по полюсу, можно и полюсом будет приобрести. А как он сигнал этот формализован? Пресечение там средних там или заход, индикатор в какую-то зону? Да по совокупности там, не знаю, трех-пяти факторов, если они все воедино сходятся, можно будет что-то сделать. А зачем ты завтра поедешь в зал? В принципе, если у тебя ты обхашился, можно и дома сидеть, ждать засады, можно и дома в доме. А сегодня просто вечером была неочевидная ситуация для меня. Поэтому я обхашился, без всякой идеи. Просто надо иногда остановиться, я считаю. Дело сделано, надо остановиться, осмотреться, подумать. А завтра, может быть, новые идеи будут. Слушай, вот вопрос, давай сменим тему. Давай. А насчет твоих друзей. У тебя много друзей, которые увлекаются бежевой торговлей? Ты знаешь, когда я начинал все это дело, не было вообще никого. Все считали, что это казино. Вот сейчас их все больше и больше становится. Причем, интересный момент, люди, которые являются начальниками юридических департаментов, вот двое близких друзей, хотят бросить карьеру ради того, чтобы начать на фондовом рынке деятельности. Плюс... Большая карьера, а начальник департаментов крупной компанией, да? Да, да, да. Офигеть. Да. Есть такие у них желания, устали они от корпоративной культуры и всех недостатков. А сколько им лет? 30, 30, 30, 30, 30, 20. Так они же квалификацию потеряют, если юрист не будет работать, он очень быстро. Они хотят, надоело. Не хотят больше заниматься юридическим. Так они понимают, что на их место придут другие мальчики и девочки, которые потом обратно не вернутся они? Ну, насчет обратно не вернуться, я сомневаюсь. Не в этой компании, так в другой всегда вернуться можно. Угу. Вот. Ну что? Ну, они уже успешно работали, да? А вот почему у них такие мотивации, надо бросить все и уйти? Ты понимаешь, сложно говорить за других людей, но, как я понял, опять же, по совокупности причин, кто-то не видит дальнейшего развития в этих компаниях. Кому-то просто надоело вот эта корпоративная культура с ее постоянными причудами, формальностями, зависимостями от начальников. Ну, вот как-то так, видимо. Ну, а потом рынок, я думаю, позволяет делать деньги гораздо больше, чем начальники юридического департамента, даже крупные компании. Ну, какие у них, если они всю жизнь учили одно, да, законы, там, право, право, да, какое у них преимущество конкурентное может быть перед такими, как ты, которые все время в зале? Первый год, полтора, никаких у них преимуществ не будет. Я думаю, что единственное их преимущество будет в том, что они умные люди с достаточно аналитическим складом ума, и это позволит им пройти, я думаю, быстро некий такой курс обучения, ну, условно, конечно, да, первый год набить какую-то себе практику. Вот это будет их преимущество по сравнению, там, с другими людьми, да, которые просто идут на рынок, считая, что он создан именно для них, да, чтобы они туда деньги тащили. Вот, а дальше посмотрим. Я думаю, что многое будет зависеть от их старания и усилия, в общем, как бы, в любом деле. А ты будешь помогать им советами, там, какими-то, или ты думаешь, каждый из себя тут уже поплыл или не поплыл? Безусловно, вот близким своим друзьям я расскажу все, что сам знаю. Вот, другой вопрос, что я еще, наверное, на самом деле не все знаю, но то, что знаю, все расскажу. Сейчас паркуемся. Мы подъезжаем к Октябрьскому. А, а потом напишут, что меня-то возил в Одинцово, как уже был, я читал. Что, типа, это все фигня? Мы, левичики, живем в Одинцово или что-то. Вот, и сейчас, конечно, людей, кто занимается, втягивается в фондовый рынок, кто-то активно хочет. Многие сейчас, знаешь, у кого есть... Подсветочка в чем? Многие люди начинают просто задумываться о том, чтобы часть своих сбережений вкладывать в фондовый рынок, да? То есть процесс идет. Не могу сказать, что он прям такой, скорометный, быстрый очень, но он идет. И это здорово чувствуется. Вот такой момент. Они, вот, им 35 лет, допустим, 32 года, и надо всю жизнь быть конкурентоспособным, чтобы выигрывать. Да, это еще тяжелая работа. Они понимают, что втягиваются? Ты понимаешь, а... Когда речь идет о деньгах, о деньгах приличных очень, да, то легко, я думаю, вряд ли где-то можно будет найти их. Я не думаю, что они, являясь, вот, если говорить о моих вот этих двух друзях, являясь начальниками вот этих юридических департаментов, им прям так здорово, легко. Один, я знаю, приезжает домой очень часто за полночь. Потом еще... Они в выходные дни, бывает, работают. Вот, поэтому я не думаю, что прям так будет сложнее им здесь. Завтра будем писать начальника, ой, не начальника, преподавателя учебного центра, финам Юлия Афанасьева в программе «Капитал». Вообще, ты считаешь... Ты знаешь, что я с ней не знаком, не знаю этого человека. Да, нет вопроса насчет... Обязательно спрошу, за сколько, за какое время можно научить успешно торговать. Научить успешно торговать? Да, вот, да это что нужно? Вебинар какой-то, или это нужно на виртуальном счете, или, как ты говорил, на реальных, но небольших деньгах там? На виртуальных, я думаю, это вообще нереально. Через вебинар сомнительно. Вебинар, семинары, лекции, книги и торговля на маленьком счете и детальный анализ ошибок совершенных на этом маленьком счете и большое желание научиться. Вот, пожалуй, такая формула, чтобы человек смог стабильно зарабатывать там. Ну ладно, спасибо большое, что поехал к себе в Одинцово. А я на Уолл-стрит к себе. Ты, кстати, не приехал к нам на выходных. Ты как-то не позвонил в субботу. Ой, да, виноват.